Здравствуйте. Я сильно обижаюсь и злюсь на своего руководителя. И у меня не получается справиться с этой ситуацией. Коллектив... А у вас кто, мужчина или женщина? Мужчина, молодой мужчина, до 30 лет. Он вам улыбается, нет? Он нам всем улыбается, но чисто по-дружески. А, отношения в страсти. Отношения в страсти, типичное отношение в страсти. Делает красивую американскую улыбку. Как провели выходные, как у вас дела, чем занимаетесь вечером. Подчиненные все молодые девушки, как я. Классно. Хорошо устроился. Что обижает? Работы очень много у нас у всех. Он очень квалифицированный, опытный, работоспособный человек. И если он что-то сам делает, то делает это очень быстро. И быстро выдает результат. Того же ждет и от нас. Но мы не такие умные, к сожалению. И работаем менее быстро. И приходится задерживаться, выходить по выходным. Нас никто не заставляет это делать. Просто ставятся такие сроки. И работы действительно очень много. Если мы ее не сделаем, она просто встанет. А какая у вас специальность? Я экономист. Вы знаете, я вам советую, найди себе другую работу. Где меньше денег платят. Просто поймите, что у вас выбор. Или вы будете так жить и привыкнете к такой жизни. Это среда страсти. Типичная среда страсти выматывает человека, заставляет его работать больше. Внешне улыбаемся, внутри пашем. Понимаете, проблема не в этом человеке, а в том, что стиль жизни, который он выбрал, именно такой. Все люди в страсти так живут. Можно я продолжу вопрос? Конечно. Я думала о том, чтобы сменить работу, пока я не решилась на это. Я об этом думаю. Вот в настоящей ситуации, пока я работаю в этом коллективе, что обижает нас? Нас обижает не то, что нам приходится задерживаться, а то, что внешне, по крайней мере, я не знаю, как на самом деле, но для нас внешне складывается впечатление, что он оставил себе только контролирующие функции. И сам он не задерживается. Он только ходит вокруг нас и ждет от нас результат. Правильно. Это среда страсти. А вы чего хотели? Среда страсти означает чисто деловые отношения. Хочется от людей результата и совершенно наплевать на их жизнь. Хотелось, конечно, чтобы он... Была благость, да? Ну даже если не благость, но если всем так тяжело, ну пусть хотя бы он разделил бы с нами это. Он не может. Я наивно слышно, да? Потому что у него мышление на это не направлено. То есть выхода нет? Нет. В данной ситуации мы себя как-то лучше не можем вести, чтобы изменить эту ситуацию в коллективе? Как? Вы не можете изменить ситуацию, она находится под влиянием силы страсти. В силе страсти сердца каменные у всех. Они просто извлекают выгоду друг из друга и все. И вы просто этого не понимаете. Вы верите в другое, во что верить не нужно. Вы верите в то, чего нет. Поэтому вы страдаете. Ну то есть в этом коллективе я ничего не изменю? Нет. Спасибо. И если вы попадете в другой коллектив с целью заработать побольше денег, есть две цели в деятельности. Одна благостная, другая страстная. И человек попадает туда, какие у него цели. Если цель – деньги, вы попадаете в страстный коллектив. Если деньги стоят на втором месте, а отношения на первом, тогда вы попадаете в благостный. Деньги стоят на втором месте, когда вы понимаете ценность жизни. Что для вас более ценно не иметь деньги, а иметь отношения. Это значит, что у вас у самой благостный характер. Страстный характер означает, что деньги важнее, чем отношения. Это значит, что вы попадаете в деловой коллектив, и вас там будут эксплуатировать. Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Я вам еще кое-что скажу. Важное, это важно. Даже если вы все-таки находитесь под влиянием желаний средств, денег, богатства, это нормально. Это просто ваши возможности внутренние, ваше развитие. Я вам дам один рецепт, который вам поможет. Первое. Примите такую жизнь. Знайте, что выхода нет. И вам станет легче, когда человек принимает аскезу, ему легче становится. Вы должны знать, что работать придется больше, чем намечено. Всегда, пока вы там работаете. Это первое. Второе. Попытайтесь понять то, что вы женщина, и у вас есть женская сила. Например, если кто-то давит на вас чувством долга или ответственностью, вы можете это делать, но будьте женщиной. Женщина означает, что на нее как сядешь, так и слезешь. Она по природе не имеет ответственности. Она строит отношения благодарности, любви. У нее нет ответственности. У нее есть благодарность, любовь. Если у вас нет благодарности к этому человеку сейчас, у вас пропадает энтузиазм работать в этом проблеме. Вы уже не хотите там работать, у вас нет сил. Потому что вы хотите строить отношения с позицией благодарности и любви. Но есть одна тонкая грань, которую вы не понимаете сейчас. Если бы вы в этом коллективе были женщиной, то тогда не было бы никаких проблем. Например, он говорит, сделай побольше работы. Вот это сделай. Вы говорите, хорошо, как смогу. Он скажет, не как сможешь, а как надо. Вы скажете, ладно, я постараюсь. И делайте просто как можете. И у него есть два варианта. Или уволить вас, или оставить. А если вы более-менее нормально работаете, он к вам привыкает и к вам имеет меньше требований. Больше требований будет тем женщинам, которые боятся дарить энергию любви и ведут себя как механизмики в общей схеме. Но женщина настоящая так никогда не делает. Женщина настоящая ведет себя в коллективе таким образом, чтобы к ней относились как к женщине. Она очень ласково, по-доброму ко всем относится, но не берет на себя слишком много ответственности. В женщине есть два типа женщин в коллективе. Понаблюдайте за вашим коллективом. В вашем коллективе есть один тип женщин, которые не сильно заморачиваются на работе. Ведут себя очень по-доброму со всеми и работают как могут. Когда их спрашивают о том, что надо работать получше, они улыбаются. У нас таких нет. У вас таких нет? Ну, в этом проблема вашего коллектива, значит. Нет хорошего примера. Только такие женщины выживают по факту на тяжелой работе. Все остальные уходят. Я могу сделать предсказание по поводу вашего коллектива. Предсказание такое. Ни одна женщина больше пяти лет в вашем коллективе не задержится. Это сто процентов. А задержится только та, которая будет вести себя именно так, как я сказал. Она будет работать столько, сколько может. Если ей сложно, она будет отпрашиваться. Если он не примет такие условия игры, все женщины будут меняться одна за другой. Никто не задержится. У вас есть, кто больше пяти лет проработал, нет? У нас, поскольку в Омске очень мало престижных компаний с достойной заработной платой, у нас текучесть очень низкая. Все держатся за работу и боятся ее потерять. Ага. Тогда, значит, женщины живут в депресснике. Женщины живут в депресснике, не видя семьи, не видя детей. Это означает страсть. Видите, то есть люди подписываются на деньги. Смотрите, сила страсти, она очень просто работает. Смотрите, человек может выбрать три вещи в жизни. Первая вещь – любовь и отношения. Это благость, означает меньше денег однозначно. Дальше. Вторая – престиж, деньги, элитность, означает семья до свидания, дети до свидания, любовь до свидания, сухое, холодное сердце, здрасте, которое сейчас у вас создается. И третья атмосфера – это невежество. Это деневой бизнес, проституция и так далее. Когда люди совсем в безнадеге находятся, они работать не хотят и деньги хотят каким-то легким способом зарабатывать. Для женщины легкий способ деньги зарабатывать – это расслабиться и торговать своим телом просто. Это невежество по-женски. Для мужчины легкий способ зарабатывать – это пиф-паф. Мы гандита, бандита, ганстерита, убиванты и стриллианты, мы любита, пистолета, то и это, держим банка миллиона и плеванта на законы. Это невежество по-мужски. Но в любом случае невежество означает несчастная жизнь. Там-то создается несчастная, жестокая среда. В страсти среда сухая, внешне теплая, добрая, внутри сухая, каменная. Причина – желание денег. Когда человек ставит деньги как основу своей жизни, у него есть определенный круг счастья в жизни. У каждого человека есть круг счастья. Вот столько счастья получаю от личной жизни, вот столько спектр такой-то получаю от здоровья, вот такой-то от отпуска, такой-то спектр получаю от самосовершенствования, такой-то спектр счастья получаю от близких отношений, от дружбы, такой-то от детей, такой-то получаю спектр от хобби. Хобби, когда человек ставит работу и деньги как основу жизни, то в этом случае счастье от отношений с супругом до свидания некогда, здоровье до свидания, работа забирает здоровье, отпуск до свидания, работа забирает отпуск, дружба до свидания, работа забирает дружбу, самосовершенствование до свидания, работа забирает время с самосовершенствования, остаются только деньги, престиж и все, больше ничего нету в жизни, ни супруга, ни детей, ни с кем отношений, квартира комфортная, деньги, машина, престиж, все, до свидания, все остальное. Вас устраивает такая судьба, нет? Нет, конечно, не устраивает. Тогда подумайте, стоит ли вам стремиться к престижной работе? Для меня деньги, зарплата как таковая, даже не важна. Для меня в этой работе важна была возможность профессионального роста, своя значимость, какая-то амбиции, я понимаю, не лишние. Но проблема даже в другом. Если уволиться с этой работы, я не знаю, чем я хочу заниматься. Как найти себя? Вы можете быть финансистом другой компании, в которой другие по-другому отношения построены. Может быть. Спасибо большое. Не может быть, а точно. Смотрите, у людей в страсти сознание очень сковано. Они думают, что кроме этой работы ничего нет вообще. Это центр вселенной, вот моя работа. Люди в страсти так думают. Они очень скованы, у них психика очень скована и прикована к тому, что они имеют. Вот как вы думаете, если меня сейчас выгонят из России, я смогу быть счастливым человеком или нет? А если меня с земли выгонят, я буду счастливым человеком или нет? То есть убьют, выгонят с земли, из тела, из этого. Я буду счастливым человеком или нет? Конечно. Конечно, само собой. Но человек в страсти, он ограничен в своих возможностях. Он не очень привязан к тому, что он имеет. Это означает, что не хватает внутреннего развития. Надо развиваться дальше. Люди в благости более свободны по природе. Больше свободы у них есть. Они так скованы работой и всем остальным. Да?